Тренер волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь, собственно, и есть тот человек, который сделал из обычной заводской команды легенду. Под его началом «Уралочка» 25 раз становилась чемпионом страны и единолично удерживал этот титул с 1992 по 2005 год. Эта карполь на базе «Уралочки» сколотил сильнейшую сборную страны, которая неоднократно возглавляла рейтинг лучших команд мира и становилась призером Олимпийских игр. Сотрудничество легендарного клуба и уникального титанового предприятия в канун дня завода было скреплено подписями. Такие расходы мы считаем инвестицией, инвестиции социального характера, потому что, на мой взгляд, поддержка такого клуба и отзыв от этой поддержки ввиду приезда к нам участников команд, поездки наших сотрудников или их детей на эти соревнования команды, которые поддерживает наша корпорация, это в первую очередь пропаганда спорта. Пропаганда спорта в нашей верхней Салде. И чем больше наших детишек увлечется, в частности, волейболом, тем лучше. Они будут меньше проводить время на улице, ничего не делая. Плюс это здоровый образ жизни. Поэтому, да, мы поддерживаем хорошую уральскую команду, но, с другой стороны, как всегда, мы поддерживаем нашу верхнюю Салду. Мы заботимся о наших детях, мы заботимся о наших сотрудниках. Как символ легкости, но в то же время прочных позиций уралочки в спортивных турнирах, Михаил Воеводин вручил легендарному тренеру титановую розу. Николай Карполь в ответ подарил корпорации символичную майку команды с автографом. Будет очень хорошо, если мы, проводя игры в Нижнем Тагиле, будем встречать на них много жителей Салды, работников завода. Поэтому это очень для меня радостное событие. Чем больше именно тех, кто трудится, им нужно отдыхать и видеть что-то интересное. Все же сюда к нам приезжают сильные, интересные команды. И я думаю, что недалеко то время, когда мы будем приводить иностранные команды в Нижний Тагил. Когда все формальности были соблюдены, Николай Васильевич прошелся по залам музейно-выставочного комплекса. Он признался, что малые города любят за их спокойствие и особую культуру. Оказывается, с Салдой легендарного тренера связывают давние отношения. В числе его знакомых был не только Гавриил Дмитриевич Агарков, но и кое-кто из наших современников. Не, ну это случайное знакомство. Это было в доме отдыха или в санатории в Гаграх. Он отдыхал, отдыхали наши руководители Свердловские. Они его хорошо знали, вот так познакомился я с ним. А если говорить о нынешних, так я учился в институте и жил в одном комнате с Ледором Отре Ягодьевичем. Так что это вместе я его очень хорошо, конечно, знали друг друга. С оттоледором Николай Карполь встретился на корпоративном вечере, посвященном 83-му дню рождения в СМПО. Здесь миссия наставника «Уралочки» заключалась в поздравлении молодых специалистов. А на следующий день маститые волейболистки сами тренировали салдинских ребят и сыграли товарищеский матч со сборной города.